Ну как я спасаюсь? В окна подкрывала, да и спасаюсь. А чем больше будет? А здоровье как в такую жару? А неважное. Тяжело, но терпел. Есть какие-то вот способы, как спасаетесь от жары? Меньше движения. Кладу минеральную, квас, мороженое, в то, что может. Как куда может, в ту речку. По-моему, спасения от нее уже нет. Только что речка по вечерам, а в рабочее время даже кондиционеры на работе не работают от такой жары. Очень трудно. У нас пятый этаж. Невозможно. Спасение есть какое-то? Может, какой-то совет? Мы мочим полотенца, покрываемся, простынь. Так и ночью спим. Кондиционеры. Больше никак. Холодная вода. И все. Магазины бытовой техники подсчитывают прибыль. Продажи вентиляторов и кондиционеров увеличились в разы. Каждый второй покупатель берет себе вентилятор. Бывает даже, что в одни руки уходят по нескольку штук. Сметают все. И дорогие модели, и те, что подешевле. В такую аномальную погоду все приходят, у нас спрашивают вентиляторы. Нам привозили их 150 штук. Но на данный момент у нас не осталось ни одного. Потому что все разобрали. В день даже были, по 25 штук покупали. Растут продажи и в продуктовых магазинах, и супермаркетах. Также популярен и квас. Такая погода, похоже, приносит людям больше проблем, чем радости. Сумасшедший зной добавил работы врачам. Аномальная жара провоцирует обострение многих хронических заболеваний – гипертонии, аритмии и мигрени. Тяжелее всего переносят зной люди, страдающие от излишнего веса, старики, беременные на последнем месяце. Отказывает и техника. К примеру, в родильном доме из-за жары вышел из строя сушильный барабан. Поэтому белье приходится сушить на улице. Но, как заверила главврач Лидия Рейнхольм, санитарные нормы не нарушаются. Белье после сушки проходит термическую обработку. Однако, надеяться на похолодание не стоит. Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие две недели похолодание в центральном регионе не ожидается. И в дневные часы воздух будет прогреваться до 40 градусов. Городской мэрии встал вопрос, как помочь людям в жару. На рассмотрение главы администрации был предложен документ, подразумевающий уменьшение рабочего дня новозыпковцев. Согласно постановлению об обеспечении безопасных условий работы и охраны труда, в особо опасных температурных условиях трудовой день должен быть уменьшен. Каким образом, решает сам работодатель. Либо нужно будет приходить на работу к 7 часам утра, а потом уходить раньше, либо же увеличить обеденный перерыв до 3 часов. Предложен режим гибкого рабочего времени для того, чтобы сохранить заработную плату трудящимся. Такое постановление бесспорно необходимо. Ведь в Трудовом кодексе Российской Федерации указано, что рабочий день должен быть сокращен, если температура в помещении превышает 28 градусов по Цельсию. А в некоторых организациях, где нет кондиционеров, температура воздуха еще выше. И работать в таких условиях очень тяжело. А синоптики дают пока неутешительные прогнозы. Жара за 30 градусов будет нас сопровождать до августа. Олеся Комиссарова, Максим Тюстин. События новозыпков.